Способность беспилотников менять правила игры. Ниха Атали Азджан. Милюет, Турция. 4 июня 2018 года. Турция активно использует новые военные технологии в том числе в борьбе с терроризмом. Технологии – инструмент, который обладает стратегическим значением не только для террористов, но и для тех, кто борется с ними. Технологии дают террористам большое преимущество, поскольку облегчают совершение терактов и повышают их эффективность. Аналогичным образом технологии обеспечивают преимущество государствам, которые ведут борьбу с терроризмом. Поэтому правильное, своевременное и эффективное использование технологий может разрушить стратегии террористов, нивелировав их превосходство и тактические преимущества. Первыми в ряду условий, обеспечивающих преимущество террористам, которые, как рабочая партия Курдистана, РПК, применяют гибридный терроризм, стоят условия местности, погодные условия, возможность затесаться среди гражданских лиц. Кроме того, эффективность и частота террористических актов зависят от наличия условий, которые могут позволить террористам преподнести сюрприз. Так, сюрприз удается при обеспечении превосходства на какое-то время в неожиданный момент и в неожиданном месте. Турция с каждым днем все больше использует в борьбе с терроризмом беспилотные летательные аппараты и вооруженные беспилотники. Эти технологии, которые применяются с начала 1990-х годов, раньше полностью поставлялись из-за рубежа. Хорошая новость, теперь Турция может производить их своими возможностями. Широкое использование беспилотников и ударных дронов ограничивает действия террористов на тактическом уровне, а в среднесрочной перспективе способно повлечь за собой кризис внутри организации. С применением беспилотников и ударных дронов ночная тьма, неблагоприятные погодные условия перестают быть преимуществами для террористов. Террористы утрачивают способность преподнести сюрприз. Более того, информация, получаемая с помощью беспилотников, их растущая ударная мощь повышает трансграничные превентивные и карательные возможности сил безопасности. Это предполагает серьезное психологическое давление на организацию. Так, РПК за последние годы понесла потери среди руководящих кадров среднего и нижнего уровня, счет которым идет на сотни. У той или иной террористической организации есть две важных составляющих – боевики и логистика. Если террористическая организация начинает нести потери на таком уровне и своевременно не может их восполнить, то следующим шагом станет кризис внутри организации. Сторона, которой в борьбе с терроризмом удается соединить технологии, вызываемые ими изменения интеллект, будет идти на шаг впереди. Следовательно, в соперничестве интеллекта в технологии предоставляет развивающей их стране возможность нарастить свой потенциал. Но это не значит, что в борьбе с терроризмом технологии решают все. Технологии сами по себе не гарантируют победы ни террористам, ни тем, кто борется с ними. Технологии только обеспечивают тактическое превосходство в борьбе с террором. Выведение этой борьбы на политический уровень зависит от целей, наличия подходящих стратегий, целостных и рациональных подходов. Продолжение следует...